Начинаем испытывать Сашу. Я запускаю секундомер. Смысл здесь на секундомер работать? Ну, нам сейчас в БТР падать через 40 минут. Как показывает практика, войны не заканчиваются. Сейчас, по-моему, 52 минуты. То есть вы надеетесь, что войны не закончатся? Какой ты подлец, а! Я, например, в розыске на Украине, как пособник террористов. Наша работа – информировать общество о том, что происходит. Если бы мы не работали, как бы узнавали, что происходит на войне? Когда речь идет о погибших товарищах, мне кажется, дело принципа важнее, чем твой некий материальный успех или твое материальное будущее. Если ты не будешь тянуть лямку и мазу, как говорится, за тех, кем дорожишь, то никто за тебя тоже не вступится. Всем привет! Это «Зачес». Реакция на нашу программу неоднозначна, либо отсутствует вовсе. Поэтому мы ждем ваше мнение в комментариях. Обязательно пишите, что хотели бы видеть и что не хотите видеть вообще. Но нашу традицию приглашать самых крутых барберов на нашу программу это никак не отменяет и не задвигает ни на какие там дальние полочки. Сегодня у нас в гостях суперкрутой чувак. Называют его философом, мастер старой школы, барбер во втором поколении, автор курсов, повышения квалификации и всяких различных там обладателей, носителей регалий – Александр Шаетов. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, о барберах-психологах мы слышали. Это ни для кого не секрет и легко понятная линия. Да, человек работает с тобой в индивидуальном порядке, и какие-то психологические навыки он должен иметь и должен уметь применять. Что же тогда должен иметь в себе барбер-философ? Потому что когда я читал о тебе, попадало то, что всегда у тебя какая-то философия присутствует, у тебя и, конечно, фундаментальные навыки, и ты мастер старой школы, какое-то уникальное видение стиля стрижки присутствует. Что же, вот какая твоя философия? Расскажи, пожалуйста. Ну, хороший вопрос. Психология присутствует в работе однозначно, но в чем она заключается? Любой мастер, если он считает себя мастером, он, на мой взгляд, должен обладать фундаментальными базовыми навыками. Есть такое, сто процентов. И мы все абсолютно разные. У нас структура волос разная, там, рост, направление, длина. Все это индивидуальные особенности. И мастер, на мой взгляд, должен знать слишком много, чтобы каждому человеку сделать то, что ему подойдет. Увидеть фасон, который подходит конкретно каждому человеку. И уметь работать абсолютно разным инструментом. То есть, когда я прихожу на мастер-классы, на обучение, я смотрю инструмент, который есть у мастера, и мне сразу понятно, на что он способен. Все развивается, и пошли электроинструменты в моду. Абсолютно разные фирмы начали делать абсолютно разный инструмент. Согласен, каждым инструментом нужно уметь работать, и у каждого инструмента есть свое предназначение. И то есть, специалист философии, он должен понимать, что сделает этот инструмент вот на этом волосе. Стоит ли применять тот или иной инструмент? Какой функционал у него? Вроде бы расческой с ножницами несложно махать, и отрезать волосы тоже не вопрос. Приходишь, обучаешься, дают несколько шаблонов, и мы как с инкубатора пытаемся каждому применить. Подходит, не подходит. Я вот выхожу на улицу и смотрю, в Инстаграме все красиво. На улице, но нет такого. То есть, самому человеку, чтобы правильно постричься, потом ходить месяц-полтора, не париться, мыть голову, при минимальных усилиях сделать себе классный фасон. То есть, вот с этим проблема. Отрежут, отпилят. О, сейчас мы возьмем средства, замажем. Круто, модно. Фоточку в Инстаграм, и как бы все круто. Но когда мастера сталкиваются с элементарными вещами, они не понимают, как это сделать. Показываешь на мастер-классе, я говорю, приходят, я хочу удлиненки. Ребята, ну, здесь очень много технических навыков. Навыки владения расческой, навыки владения там ножницами. И самое главное, это оттяжки, вычислить, подхваты. То есть, об этом вообще никто не думает и не учится. То в лучшем случае, через день надо заниматься своей головой, а то и каждый. Ну, обычно происходит как? Подстригутся, прошла неделя, все. Мне вот на два месяца надо. Легко. Но если мы делаем индивидуальный фасон под волос, тогда он отрастает. Я формирую тот фасон, который подходит в данный момент, исходя из той длины, которая есть. И когда он пропорционально сделан правильно, он отрастает правильно. То есть, он трансформируется в другой фасон. И когда в следующий раз человек приходит, нам нужно сделать легкую коррекцию. Ну, соблюсти пропорции. Но вдруг человек захотел отрастить волосы. Ну, есть у него такая возможность. Вот у меня там шикарный волос, да? Спасибо дедушке, отцу, что наградили меня таким волосом. Скажи, а это только твоя работа? Или надо использовать косметику? Косметика – это доп. Нет, в процессе, вот этот месяц. Я обязательно должен использовать косметику? Мне же это неудобно. Нет, не обязательно. Ну, у тебя торчащий такой волос, тебе нужно делать конкретный фасон или Сайко Флэт Топ вообще зайдет. Тебе сейчас немножко по форме трапецию сделали? Ну, не совсем. Я не понимаю, сам это дядя или деда? Или дядя-деда? Саша, а ты сам используешь косметику? Да. Вот у меня на волосах сейчас продукт, и я мою голову просто наношу его, причесался, он сам высыхает. Я даже не пользуюсь феном, даже при такой длине. И она трансформируется. Я могу вам сейчас показать, там, это не проблема. Сейчас он уложен, как бы матовый эффект, ничего не видно на волосах, что есть средство. Но с легкостью я могу сделать вот что-то вот такое. Порошок какой? Нет. Сухой шампун. Порошок. Нет. И он с легкостью, опять же, трансформируется в олдскульный фасончик. То есть я могу зачесать на эту сторону. У тебя уже у волос мышечная память. Ну, с расческой, да. Не, 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 не. Они на свое место становятся. У меня волос растет, как у большинства, по кругу направо. Я зачесываю на лево. С расческой-то каждый сможет, а без расчески. Без расчески, да легко. А на дяде Грише? Вот тут даже пробор можно разделить и один, и по центру. То есть фасонов, если правильно сформирована стрижка на каждой длине, то можно делать все, что угодно. И в процессе самая основная проблемная зона – это линия изменения угла головы. Здесь волос подтарчивает. Уже на вторую неделю. Вот это, кстати, на чем левые мастера палятся и сыпятся. Это все зависит от пропорции. Если они зажаты и сделаны правильно, у нас и переход, и форма. И оно даже через две недели, и через месяц отрастает правильно. Ну да, то штамма с бородой. А ты сможешь себя сам подстричь? А я сам себя истригу. Вот в чем смысл. Саня, надо изучать какие-то медицинские вещи, антропогенный фактор, биология, строение чаепа, скульная кость, что-то как-то. Это помогает или это чисто талант, это видение мастера? Не то, что талант. Опыт, задротство? Нет, нет, нет. Вот смотри, что я выделяю сейчас в современном парикмахерском мире вообще. У нас есть женская школа. Это Видал Сесун и там наложение прядь на прядь, оттяжки. Поняли, как правильно, извини, перебью называть. Да, да, я понял. Сесун, а не Сосун. Видал Сосун в Вашинг Гоу. Это из рекламы пошло. Видал Сесун, он сделал геометрические стрижки, короткие. И все школы стали применять его методологию, его навыки. Сделать мужскую стрижку женскими навыками – это абсурд. Прямой абсурд. Вот у нас есть женская школа, где учат там не тому, что нужно в мужском зале. Есть этническая школа, где работают машинкой. У нас утеряна именно мужская школа. У меня у мамы было 50 лет стажа, и она работала в мужском зале при парикмахерской. Ты шахтерку. Да, ты же потомственный. С детства бегал там по залам. Я с детства все смотрел и видел, как она это делает там с легкостью, с определенным инструментом, раз-раз, и у нее все получалось. А потом смотрел на улице у ребят, еще мы вот 90-е были, машинкой все убирали под одну насадку, и оставалась такая челка. Такая прям грубая, жесткая. И даже сейчас это есть. Я выхожу и фотографирую иногда, ну, забавные истории. А ты девчонок стрижешь? Неважно, что стричь. Тут смысл в чем? Ну, вот опять же, многие говорят, барберинг, я крутой барбер. Блин, дружище, вот на любой длине должна быть правильная мужская форма. Неважно, какая длина. У нас квадрат. И даже если длинные волосы, должна быть квадратичная форма. Она простраивается определенно. То есть здесь идут определенные навыки, как разделить прядь, как вычесать, как подхватить. И чтобы это все было правильно. Современный барбер, он не умеет стричь, там, удлиненные стрижки. Сейчас бум пошел, мы хотим научиться, мы учим. Мы учим женской методологии. То есть стричь женские стрижки на мужчинах. По женским методикам. Ну, это не корректно. Ну, это больше все о механике. Она череда с философии. Вот у вашей мамы какая философия это была, когда она писатель отработала? Ну, ей нравилось. Вот это была такая философия, ей просто нравилось. Ей нравилось общаться с людьми, ей нравился процесс. То же самое, что и мне нравится процесс. Я могу погрузиться и часа там четыре ковыряться с одной стрижкой. То есть на мастер-классах так и происходит. Хотелось спросить, да сколько ты стрижешь по времени в среднем? Слушай, ну, я могу флэт-топ самую сложную стрижку подстричь за 20 минут. А она будет говно? Нет. Почему? Есть алгоритмы. В любом деле есть алгоритмы. И вот когда человек садится, оцениваем ситуацию, смотрим. Ага, у него такой-то волос, там, зачесывает сюда. Если тут сделать короче, он тут начнет, там, подтарчивать. Я и за счет этого выбираю инструмент, с чего я подойду, где я начну, чтобы правильно скомпоновать. Это то же самое, что вот скульптор берет камень и начинает отсекать лишнее. И получается что-то интересное. Вот рисунки как делают. Сначала общий фон, и потом уже детали. То есть то же самое и в работе. Волос он пластичный, и если мы чуть-чуть отрежем, то он начнет торчать. И чтобы этого не было, нужно правильно подходить и знать, где, что и как. Да если я приду стричь за трешку, и мне за 20 минут меня подстригут, я просто... То есть это правда, если тебя круто подстригут. Ну, не важно. Ну, не, да все равно там маркетинг должен быть немножко. Тем более мы знаем, у кого-то цена создается от объема застриженного. Вот, не только барберы-философы, но и пациенты, да, как ты их называешь? Вот. Они тоже философы. Подаваем 4 часа. А если у вас философия не совпадает? Человек хочет одно видение к другому. Как может человек хотеть одно, откуда мы знаем, чего мы хотим? Короче, пацаны, поймаем красавчика. Будет клиент, я сейчас стричь под секундомеру. Посмотрим, сколько это займет времени. А сейчас у нас уже маринуется клиент с пылу с жару. К нам крутой блогер, автор канала Вар Гонза. Это Семен Пегов. Семен, дай попробовать жилет. Да, пожалуйста. Так, мы знаем, что ты военный корреспондент, да, есть такая профессия, военкор, военный корреспондент. Это, походу, необходимый, да, атрибут этой работы? Бронежилет, конечно. Ну, то есть безопасность превыше всего. Пресса, они все в касках, всегда там брой. А ты сам его покупаешь, что тебе дают? Нет, это подарок. От кого? Этот конкретно от Рогозина, я думаю, это не секрет. А кто такой? Рогозина, он в свое время был вице-премьером по ВПК, военно-промышленному комплексу, а сейчас глава Роскоспуса. Он в свое время, как бы, всем журналистам, которые работали на Донбассе, в 2014 году, ну, вот, подарил такие бронежилеты. Это фирма Форде, нового класса. Я знаю, кто такой Рогозин. Это робот Федор. Они легкие, в отличие от классических, которые весят 20 килограммов, а то и больше. Этот весит 13. Здесь, там, вынимается пластина, а по надежности он ничем не уступает. А импортный носил? Да, израильский носил этот круч. Пригодился, не дай бог? Ну, слава богу, ну, прости, господи, я немного, как и все военкоры с Виверной, мне, как бы, не доставалось, но моих коллег и ближайших друзей спасал не раз. И, как бы, конечно, есть на начальном этапе, когда занимаешься этой профессией, хочется, там, без бронежилета, без каски лететь под пули. Мне не хочется быть. То есть, короче, это не просто психологическая поддержка и кардионагрузка. Нет, на самом деле, когда ты уже посмотришь на последствия, что бывает, когда не используешь бронежилет и каску, то очень быстро становишься в этом смысле. Пусть он лучше будет, и не поцаратов, чем его не прицел нужен. Что? Достаточно чужих ошибок в таких ситуациях. Ну да, ты когда посмотришь, что бывает с человеком от попадания осколка, даже вот такого, ты понимаешь, что лучше все-таки носить бронежилет. А это зачастую, когда там работает какой-нибудь миномет или Василек, это чистой воды лотерея, ты, ну, просто... Непонятно, откуда за литерей. Мне кажется, иногда так хочется его снять, когда уже часов 12 с ним побегал, и думаешь... Нет, знаешь, он в руках как-то вот тяжелее. Я строй суток как-то в нем провел, и мы долго ждали наступления. Это было под Дебальцево, Дебальцевский котел. И, короче, очень сильно потом болела задница, потому что ты сидишь все равно где-то на поверхности, и дополнительное давление на тебя и так далее. Но я не снимал, потому что там разрывалась даже, скажем так, ну, в тыловых позициях прилетала артиллерия, грады, смерч и все такое. Лучше бы задница поболеть не может. Да, да, ничего страшного. А как его перестернуть, я не знаю? А, Керхером и стираешь. Керхером? Керхером стираешь. Я вручную и стирал в армии, пластины вынимали, все. Да, пластины, можно пластины вынимать? Ну, по-моему, не все защищают. А ты где служил? В Майловном, я служил в Подмосковье, их и войска. А, серьезно? Да. А это сейчас востребованная, может быть, противная. А, да? Я командир отделения засечки ядерного взрыва. Засек? Хоть один. Нет, слава богу, говорят. Они все по размеру. Не, он подгоняется. Так, хорошо, давайте, парни, вернемся к этой теме. Я посижу, конечно, подожди. Всю программу ты в нем сидишь. Вы что, попа вас заболела? Потому что, что, испытание только для гостей. Нечестно? Сделал осколков. Пацан стрижет на секундомер, ты вялишься в бронике. Всю программу потом расскажешь впечатление. Все, давай, познакомимся с барбером, присаживаемся в кресло. Здорово еще раз. И давайте тогда будем определяться, как Семена стричь, заодно вернемся к философии барберинга. Что нам может... Понятно, да, теперь, какая профессия у Семена. Понятно, какая профессия у Александра. И, может быть, мы там начали разговор о философии барберинга, о подходе к клиенту, да, и все такое. Хотелось бы Александру задать такой вопрос, может быть, не очень простой. Что он видит, как он видит. Сейчас лето, жара, чувак в полях постоянно. Непонятно, как будет за собой следить. В его движухе, наверное, вообще вот с такими все бородами двигаются. Да, есть такие ребята. И вообще, кстати, как это, ну... Не, вообще, это на спор был, вот был такой известный командир Моторола, который, к сожалению, погиб в результате тирака. Это вот у тебя на футболке? Да, это был мой близкий друг. И когда начиналась вся движуха в Славянске и так далее, мы забились, что будем сходить с бородами до того, пока наши танки не войдут в Киев, условно говоря. Вот и до сих пор. Сильно-сильно, да. Хорошо. Дело принциповое. А в Горловке был? В Горловке, конечно, не раз. Как там ситуация? В Горловке один из самых напряженных участков фронта. Туда довольно часто прилетает. И, ну, не знаю, вот вчера снайпера обстреляли гражданский пункт пропуска Майорск, где, ну, между территорией, которую контролирует Украина и территорией, которую контролирует... А у тебя есть там выходы на каких-то людей, которые могут найти человека? Давай попробуем, почему нет? У меня неплохие связи в Донецке, так что, может быть... Потому что вот в 13-м я маму похоронил там, и я вот с сестрой не могу контакт найти. Давай, я еду в Донецк сейчас 22-го числа, так что ты мне дай данные, мы попробуем что-то сделать. Какие грани, да, наша программа? Семен, спасибо, если получится, заранее. Не, как говорится, Аллах даже попытку засчитывает, но мы попытаемся в любом случае. Да, сто процентов, у нас же безразличие сейчас, главное, бич общества, да, не остаться в стороне, это самая бомба. Хорошо, скажи, ты к экспериментам готов над прической? Не, давайте бы я в крайнем случае... У тебя нет никакой солидарности, чтобы быть как солдат, там, бритые, я с ними в одном строю и все такое. Может, пару полос каких-нибудь мы сделаем. Ну, это... Ну, как у танков, знаешь, засечки. Вот в данной полосы, две полосы, две полосы, это либо беременная, либо украинский танк. Звезду. Все, давай, Саш. В данной ситуации нужно сделать такой фасон, который будет отражать тебя и внутренне, и индивидуально именно. Ну, давай попробуем. Мне рассказывали, что у тебя есть какие-то негативные мысли по поводу своих волос. Не, у меня борода как-то растет так, ну, очень хаотично, вот, я... А мне не хочется, чтобы она была сильно короткой. Я вот не могу никак найти компромисс, чтобы она была не сильно короткой и вот не такой, как сейчас, видишь? Ну, с бородой мы чуть позже поработаем, а вот я по поводу волос, мне больше интересно, ну, на голове. Не, я не помню про негатив с головой. Ну, то, что они вот торчат у тебя, то есть, то, что я вижу, в основном, вот, вот эти вот проблемы, они возникают быстрее. Да, конечно. То есть, отрастает над душами и вот эта вот зона. Да, 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 все верно. Исходя из естественного роста, что мы можем видеть? Ну, у тебя верх реже, чем остальные. То есть, вот здесь густоты больше, посередине меньше. Я на себя сверху не смотрел. Ну, поэтому я тебе и рассказывал. Озеро проклевывается, да? Ну, нет, нет. Да, да, Саш, рассказывай, если не сложно, поподробнее, пожалуйста, потому что вот писали нам, что такая у нас яркая такая темка, что классно мы общаемся с барбером, классно общаемся с гостем, но мало говорим именно о стрижке, о какой-то тенденции, да? И мы часто барберов просим, и все равно как-то, ну, мало об этом слышим, а не просто, знаешь, ага, бах, 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 бах. Ну, вот опять же, по философии, вот смотрите, вот приходит человек, и я могу сделать все, что угодно, абсолютно все, что угодно, там, любой вид фейда, там, сделать, там, тут, тут, тут выбрить полоску, там, пробор бахнуть, но смысл, смысл вот этого, когда человеку нужно жить, там, месяц-полтора, где-то в полях, ну, это в данном случае, но по факту не важно, то есть мы ходим, даем немалые деньги для того, чтобы мы красиво выглядели, логично? И нам не доставляла прическа глобальных проблем. Причем, если, ну, как мой взгляд, я и в армии служил до этого, и в полиции тоже работал, и все равно, когда человек ходит в форме, да, постоянно ходит в форме, все равно, я был вообще нормальный солдат, сапожки у меня отглажены, все налакировано, на песочке, ласточка, кепочка отбита, засухаяна. Нефиг делать, по факту, ну, за исключением служить родине, да, бывают моменты, люди занимаются там собой, то есть я к тому, что нет такого, что там, какие-то армии, да, грязные, немытые, им плевать на все. Если сам с собой не будешь заниматься. Темперская челочка, тоже знаем, откуда берется, моя любимая, да. Не, на самом деле, самые модные солдаты в Сирии служат, там очень круто же развивается. С айфонами там совсем. Нет, 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 в плане стрижки, кстати, в плане бороды, там же, типа, эта культура, ну, барбершопов у них развита. Арабы они, или как, Семен, правильно? Ну, естественно, арабы, да. Там бритье, в основном там бритье идет. Бродобреи, дикие, мы знаем уже не раз. Да, там люди, как бы, дома вообще никто не бреется, не стрижется, и там в каждом доме, там многоквартирном по 3-4, как бы, парикмахерских или барбершопов. А вот так, Семен, тенденцию какую-нибудь славливал по странам, там, по очагам, по своим конфликтам, кто-то там, ну, важно это, люди обращают внимание, понтуются уже там, когда, знаешь, 4 месяца ты ходишь в этой форме, по этому массиву, люди вспоминают о том, что есть плеер. Ну, мы же видели все фильмы про войну, мы же любим эти моменты, когда кто-то плеер достает, у кого-то там что-то гражданское с собой, он это холит, лелеет, как ту часть дома. Кто-то, может, хочет себе натовскую стрижку, кто-то сирийку какую-то, кто-то бороду, как у полевого гениала. Ну, каждому. Не, вообще, сирийский опыт для наших военных, он, конечно, был важным очень, потому что многие, действительно, как бы, кто-то побывал и так далее, и так далее, по-другому стали относиться, там, к усам, ну, борода в армии запрещена у нас по штату, но есть различные ребята, которые воюют, например, в частных военных компаниях и так далее, и так далее. И они, как бы, в основном из регионов, скажем так, ну, такие простаки, работяги, которые, как бы, ну, раньше для них поход в парикмахерскую, это, ну, такой стандартный полубокс. Просто отрезать волосы. Да, стандартный полубокс. Но в Сирии, они там, побывав, посмотрев арабскую культуру, как у них это развито, очень многие, как бы, теперь к себе тоже по-другому относятся, и так у нас солдаты стали помоднее. Ну, все, Семен, у нас чувак испытывает, испытанный, начинаем испытывать Сашу, я запускаю секундомер. Нет, 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 ну, все, а смысл, а смысл, а смысл, а смысл, а смысл здесь на секундомер работать? Здесь, как бы, другая история. Ну, нам сейчас в БТР падать через 40 минут. Так 40 минут слушают, а туда, может, куда уезжаем, родственники приедут, охота почище выглядеть, как-то, чтобы они не приезжали. А ты говорил, по гаджетам людей определяешь, это вот если к тебе придут, они сразу поймут, чем ты стрижешь, что у тебя там за гаджеты. Ну, это мой минимальный инструмент, я взял вот, ну, то, что мне нужно, так у меня ножниц больше. Не, ну, а я вообще имею в виду, они поймут, что, а, это парень непростой, да, там, типа, сколько это денег стоит, ну, я... Ну, сейчас у меня просто так, я не принимаю, у меня или работает сарафан, и ко мне люди приходят именно по записи. А вот если бы это действительно были полевые условия, сколько нужно? Ну, вот не все же это нужно, вот правда. И сабля, только сабля, наверное, да? Ну, в принципе, одними можно двумя сделать. Ну, я в основном всегда работаю филировочными ножницами, то есть я с детства это делал, и у нас не принято в стране и вообще в мире. Вот я от мамы слышал филировочные, что это такое вообще? Это... Вот так она мне всегда вела, стрижка от детей во дворе твоя отличается тем, что я тебя филирую, дурака. Здесь прямые ножницы, и если работать прямыми ножницами вот с таким волосом, он хоть и короткий, но он уже торчащий. Все равно ножницы, Сань, берешь. А что, машинкой? Не, ну, это... Это вопрос, это вопрос капкан. Я всегда работаю ножницами, подготавливать любую стрижку нужно и форму ножницами. Машинка это второстепенный инструмент, она вспомогательный. И если мы будем пилить сначала машинкой все это дело, обратите внимание, вот эти зоны, они немножко утоплены. И, соответственно, волосы растут по-разному, густоты, густота разная. Ну, так я маме и говорил, когда в Москву переехал, мам, за трешку подстригся, а этот чувак даже ножницы ни разу в руку не взял. Как собачонку меня ву-ву-ву-ву-ву-ву, свободен. А здесь голос такой, я не знаю, то ли ты поспал, то ли у тебя все время так. Он именно вихром, ну, при определенной длине... ехал в электричке присоединяются я страна производитель всех твоих ножниц разные абсолютно разные отечественные есть есть вот как раз кстати наши ножницы наши ножки наши делаются в краснодаре потрясающе вообще эргономика на ура много денег тратишь на это все слушая больше миллиона потратил на вообще рубли но это царя до квартиры что находит ну если они стоят 18 там от 20 санчо будет делать бородой бороду я бы вообще бы ее состриг бы оставил я бы вот здесь вот дорастил потому что на щека за сильный пробел если ты хочешь отрастить именно длинную то нужно компенсировать щеками а у тебя щеки растут потому что вот чисто подпородок она и будет лошадь и я только похуделся не полностью сбривать точно нельзя однозначно хорошо саня приступает к работе потихонечку секундомера соскочил ладно ювелирная работа давайте вернемся тогда познакомимся с ним поближе с его деятельностью я вот допустим вроде недалекий но говорю вот это варгон за я где-то слышал но вообще ни в коем случае не мог подумать что это какая-то серьезная история с реальными выездами и там у меня на другой работе есть коллега я подошел показываю фотку семена говорю вот военкор пишут что реальный наш чувак ты его знаешь да конечно ты чё говорю приходи позадаешь вопросы он не смог жаль ну есть семён сам который может на эти вопросы ответить это хорошо семён расскажи пожалуйста что у тебя за канал для обывателей таких как я его чем прикол мы начинали как бы канал с развлекательного контента мы делали что-то типа разрушения мифов но как раз исключительно с оружейной тематикой там что будет грубо говоря с машиной если в нее выстрелить из рпг потому что мы часто видим как в кино она там десять раз в воздухе там переворачивается и так далее так далее а ну интересно как на самом деле и поскольку есть определенные возможности там на том же донбассе мы большую часть съемок делали да и в хорошие времена когда еще не было скажем так ополчение армии а именно было такое народное сопротивление то принципе ребята охотно инструкторы вместе с нами охотно предоставляли нам различного рода оружие чтобы мы его потестили и рассказали ну то есть развлекательно просветительский такой контент сейчас уже мы занялись более плотно как продакшн в том числе документалистикой то есть вот мы там сняли фильм про донецкий аэропорт про штурм донецкого аэропорта и сейчас новостную повестку как военкор я в новостях большую часть жизни проработал да то есть новостную повестку мы тоже сейчас берем и я буду делать думаю шоу которая тоже будет называться чвк пегов чвк частной военной корреспонденции расшифровывается ничего страшного где мы тоже не через в да 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 где мы будем с ребятами военкорами моими коллегами военными экспертами обсуждать ну текущую военные новости там в мире в различных странах да мы начали с философии что такое военный репортаж давайте к этому для кого он за это вообще правильно да вот за это немножко расскажи семён поправки ненависть дебальцева да 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 ну а ты упомянул родоначальника год за журналистики хантера томпсона до который открыл новую страницу в измени семечек сгон за журналистика это что такое когда вообще у журналистика это призвано как бы подавать информацию объективно гонза это нечто абсолютно противоположное когда ты подаешь информацию максимально субъективная через призму собственных эмоций того собственного мнения собственный наблюдение мину погружать и становишься самым персонажем той истории которую рассказываешь то есть ты в нее включаешься максимально это не значит что я там хватаю автоматы начинаю как бы убивать всех вокруг и как допускают но что что но допускает нервы недопустимо в моем случае так или иначе термин это не твой патент не откуда не пришла даже да что что запада ты гришка это контор тонсон и великий американский журналист 100 процентов все страх и ненависть а придумал правильно хранит он просто полагаю мир у охотников на мат ну ты страх и ненависть смотрел вас века вот это по его роман и это дневник и тогда они уже не живут то есть образ так он застрелился по моему хантер то он застрелился по моему да ну подиата с таким и он cld по моему перебрал на военных тестировали же тоже да и вас да я он был не был военным журналистом был спортивным обозревателем но я есть еще есть еще верно направление я знаю есть еще версия да нет нет так тихо дяди гриши дайте собраться ему нет есть гонза еще у ирландцев это тот который в таком алкогольном марафоне самый последний стоит на ногах да у нас такие соревнования часто между военкорами проходят так что там много каких-то сошлось до каких-то понятных вам ну да она отразила состояние как бы души но которым находишься там да ну мне нравится гонза вот эта часть слова а вот вар она как-то обязывает вас иметь отношение ну к войне то есть а если она закончится то есть как показывает практика воины не заканчиваются сейчас по моему писать вы надеетесь что воина не закончится я просто дело не в моих надеждах дело в трезвой оценке ситуации сейчас идет пятьдесят две войны если действия две войны ну в целом если все в обществе в общей сложности сложить и в африке москве есть война какая-нибудь о которой я не знаю скажу я пока не слышал но все может быть семян насколько легко продать военный репортаж это довольно специфический рынок очень очень для кого это под заказ или все дни посмотри как бы есть понятно несколько вещей одно дело когда ты делаешь например ну вот кино документально которым мы сейчас занимались то в принципе как бы если ты даешь качественную картинку и у тебя есть эксклюзивная ну эксклюзивная фактура эксклюзивные возможности то это всегда будет востребовано другое дело что рынок как бы очень ограничен если сожалению есть современных конфликтах журналиста современные реалии сделали стороной конфликта я например в розыске на украине как пособник террористов тебя они ненавидят да ну хотя я не брал в руки оружие по крайней мере на передовой да естественно там когда речь идет сколько подписчиков на канале всем пусть больше двухсот двадцати тысяч а ну не полтора два миллиона пока нет а каналу сколько лет каналу три года три года последний год мы скажем так как раз именно вот этим контентом развлекательным не занимались у нас ушло на съемки фильмов и у нас сейчас такая как бы второе дыхание скажем открывается и небольшой пифа переформатирование с уклоном в более глубокое погружение в более серьезную журналистику документалистику но ты сам по опыту знаешь что снимать какую тему надо раскрыть или тебе предлагают не конечно нормальный настоящий журналист он должен не ждать когда ему там позвонят из редакции когда вот я еще работал на лайфе и скажут что вот это у должен туда-то поехать снять то ты должен сам позвонить редакцию сказать поставить их перед фактом сказать я сегодня поеду приблизительно вот туда привезу жирный эксклюзив и должен выстроить отношения так с редакцией чтоб тебе доверяли потому что когда редакция начинает рулить журналистам на войне иногда это заканчивается печально те как и везде не только но я потому что ну а там это вопрос жизни и смерти потому что ты на месте владеешь реальной обстановкой понимаешь где там скажем очень опасно где менее опасно взвешиваясь скажем так выхлоп и риск ну то есть стоит рисковать ради этого кадра или не стоит рисковать у меня было по молодости очень много таких нездорово рискованных ситуаций я очень сильно рисковала по факту это не имело какого-то там серьезного журналистского результата конечно этого нужно со временем избегать да лучше сразу избегать всегда нужно понимать что ценного ты привезешь ради чего ты рискуешь и как к этому риску относятся близкие люди что что еще раз к этому риску близкие люди как относятся люди со временем конечно привыкают но я лично не завидую своим близким людям я бы на их месте никогда бы в жизни не хотел меня не оказаться и для меня они скажем так куда более смелые и больше герои чем когда я работаю в этих местах потому что сидеть дома и наблюдать когда как твой близкий человек там известно где на бюджон я бы я бы такого не выдержал но тебя это не останавливается ну у каждого есть такая там есть девчонки очень дерзкий очень смелый военкоры ира куксенкова на лайфе было у нас низко девчонок разный журналисты кастовость есть есть они же не не у нас опять же это такое очень дружная на самом деле сообщества очень сплоченная в отличие от журналистов которые работают на гражданке где где-то ну да я вот например берет когда берут интервью то можно часто тут здесь например да я помню и видел я тоже здесь работал как там операторы чуть ли не толкают друг друга в бок чтобы занять более выгодную позицию на пресс-конференции и так далее и так далее рубиться там ну короче все друг другу волки то у нас конечно совсем иначе мы друг друга как бы и делимся картинкой хотя делится не выше чем не есть понятие конечно эксклюзива понятия пил ну того что если ты снял что-то эксклюзивное то естественно имеешь право первой брачной ночи скажем тогда то есть ты выдаешь материал первым но при этом ты ни в коем случае как бы им не торгуешь и потом на сторону или как то есть ты просто держишься с коллегами когда тебе тоже необходимо что-то они тоже так называемую в общий котел мы как бы все сливаем и оттуда забирает каждый то что ему требуется и у нас в этом смысле действительно как бы вот есть некая там тусовка там из человека ну там предположим десяти плюс-минус и мы все когда кто-то едет в командировке с друг с другом там советуемся делимся информацией с кем лучше там на месте работать куда лучше ехать куда лучше не ехать и без такой взаимоподдержки конечно но было бы очень тяжело работать а с принимающей стороны вот там на ребятушка будешь приезжать уж договаривайтесь как-то и ну-ка и все строится на личных отношениях и выстраиваешь определенно не понятно что есть во всяких силовых структурах свои пресс-службы и так далее но это так называемая работа в пуле то есть когда ты работаешь по точкам которые доступны всем кто там пишешь заявку тебя везут показывают там может устраивают какую-то постановку или что-нибудь еще в общем это не то зачем должен стремиться настоящий журналист и тем более гонз журналист всегда интересно и важно оказаться в настоящей неподдельной движухе и этого можно достичь только за счет ну скажем так личных каких-то договоренностей личных отношений с ребятами которые воюют и это конечно одно из самых важных в нашей профессии умеете наладить эти отношения ставить контакт чтобы попадать на операции и в гущу событий куда журналисты спула куда тебя никакая пресс-служба не завезет тем и ценен настоящий военкор с пониманием военные относятся к журналистам или вы вмешаете не но когда приезжает как раз пулы толпа 100 человек там ну или с 10 я утрирую да конечно военные не очень этого любят но когда у тебя есть определенные действительно там взаимоотношения с каким-то конкретным лазочки для подразделениям ты знаешь правила игры ты понимаешь где высовываться где не высовываться конечно ты понимаешь что можно светить чего нельзя светить и не выстраиваешь ними отношения как будто ты их используешь да то есть ты должен и важно для тебя показать что ты как бы не равнодушен к их делу и к тому чем они занимаются к тому как устроена их жизнь тоже потому что когда ты сидишь в окопе там безвылазно несколько суток и не имея ни интернета условно говоря там не телевизора ничего да то есть смотришь в одну точку то появление там журналиста это огромная возможность вообще узнать что в мире происходит да там и так далее и есть конечно коллеги которые просто забивают на это они там пробежались сняли там свой там стендап и умотали да то как бы вот то есть не наша наша компания мы стараемся там и чай посиди там элементарно поешь ты с ними они с тобой с удовольствием поделиться там каши с тушенкой попей с ними чая расскажи как ты живешь они тебе расскажут как они живут и будет совершенно другой контакт а не когда ты приедешь и что там приехал там типа родной чувак вот с ним и сейчас там тебе все такие идейные как ты кто-то и как бабки как я да не есть просто как это называется но это немножко раз на своем месте кто нет не есть разные есть работа в пули есть такая официальная работа есть работа ну как бы по-настоящему по призванию а есть в вашей профессии такие как бы так их назвать легионеры когда нанимают людей так стрелка называют да то есть ну вот ты мог бы быть стрингером на украинской например стороне условно но уже нет уже нет то есть что-то уже к не ну я уже в розыске есть такие люди которые только потому что в розыске и не у меня естественно есть определенные убеждения есть определенные определенная точка зрения на то что происходит говорит что типа война одинаково несправедливо с обоих сторон это не совсем правильно ты хирург то например если не принесли красноармейца я должен постараться гитлеровца как-то пособенно журналисты не совсем хирург но я скажу что если бы у меня была возможность поработать на украинской стороне я бы их точку зрения отразил бы своих репортажах как бы не искажая ее по крайней мере да почему нет потому что ну как бы я считаю что ну надо уметь давать право голоса противнику тоже и в этом ничего плохого не вижу другое дело что нужно конечно же как бы давать альтернативную точку зрения но к сожалению например сейчас я говорю воины устроены таким образом что журналист стал не вине по своей воле стороной конфликта и на журналист охотиться у меня как бы товарищи погибали которых именно как целенаправленно уничтожали из-за того что они именно журналисты до нового оружия орудия сторон ну это даже не сторона но как послушать орудия новый инструмент вами как раз вами как раз кто а мне никто задание не дает ник но это я приезжаю я приезжаю и я рассказываю эти стреляли оттуда эти стрелы спрос спрос порождает предложение это уже как как раз есть собственно не завуалированная на 1 наем по сути то есть позову я бы так не сказал ну как бы наша работа информировать общество о том что происходит если бы мы не работали как бы вы узнавали что происходит на войне другое дело кто и как это делает если ты ну как бы занимаешься откровенной пропагандой и ну просто там говоришь фейки сочиняешь что-то там придумывая что часто бывает ну такое бывает смотри телевизор у меня нет нет у тех кто тебя ждет они у них есть я сам же лежачи про животных ты не смотришь я вообще телевизор в процентном соотношении порядочных журналистов и не очень в нашей профессии сложно быть непорядочным потому что опять же это очень узкая узкая специализация и людям и репутация превыше всего как говорили да ты если ты фейкомет условно говоря это тебя никто всерьез не воспринят ни на одной передовой не свои не чужие условно и не допустят никуда да и дать все почти но там есть люди там ну которые там придумывают какие-то даже фейкомет даже в свою сторону как бы ну ты приходишь пацаны и файкомет на все на кино я свой красиво это не вызывает доверия даже говорю у тех людей с которыми ты как бы на одной стороне то есть тебе твоя задача не только чтобы ты же не работаешь там на аудиторию противника исключительно скажем ты ты между и работаешь как бы на всех в каком-то смысле и поэтому важно чтобы тебе доверяли и те люди на чьей стороне ты сейчас данный конкретный момент снимаешь до чтобы ну как бы я кучу есть ситуации когда над некоторыми там просто ржут что вот он там это сочинил это сочинил все это все знают тебе не будет относиться всерьез тем более когда ты например имитирующий риск что тоже иногда не она есть например там выставились выставят там каких-нибудь бойцов в окопе они начнут там в неопределенную сторону стрелять ты будешь идти якобы пригибаясь такой рассказывать как страшно здесь на самом деле а никакого боя не будет даже насчет от убеждений если бы сейчас такая возможность была за фена плохо слышу я еще контуженный 300 из-за на плохо слышу за этих возрасте многогранных выражения может я тихо говорю просто работает здесь не слышно раскройте чай если бы была такая возможность например лишиться этой профессии но война бы прекратилась вот ты бы согласился на такую за конечно то есть вот прекратить эту конкретно войну в которой ты больше сейчас я понял я готов быть кем угодно если если после этого перестанут погибать люди конкретно твое действие это бы остановило да я с радостью бы остановил войну я не кровожадный человек и мне нравится смотреть на то как погибают люди на твой взгляд эту войну можно закончить вот условно политики договорились и огонь прекратился смогут люди перестроена любая война рано или поздно заканчивается просто конечно вопрос целого комплекса причины если говорить о войне на донецке то надо понимать что для одних она конец одни виду видят конец этой войны по-своему например ребята которые там с той части донецкой области которые сейчас находится под контролем киева которых дома остались славянские у кого-то семьи остались славянские то для них например да конец войны это там выход на границы донецкой и луганской областей для кого-то конец войны это там киев на кого-то конец войны это вашингтон упали в политике то же самое поэтому как бы когда все это выстроиться в какой-то там нормальный здоровый компромисс война я надеюсь закончен на данном этапе такая ну столько людей погибло столько детей погибло и конечно если вряд ли возможно посадить за один стол переговоров там солдат моторола и солдат ярыша условно говоря но если брать некоторых отдельных профессиональных украинских офицеров которые действительно имеют понятие об офицерской чести офицерском достоинстве то с такими людьми как бы и можно договариваться и переговоры ведутся да но пока опять же вот есть этот радикально националистический элемент то мир конечно на мой взгляд невозможен короче тебе еще долго я думаю да но надеюсь что нет раз это же бабки это всем интересно ну бабки в каком смысле для кого-то бабки если люди сидят за 15 тысяч рублей в окопах за 15 тысяч рублей а что такое есть семена им же вроде там такое довольствие какое-то одежда там все одежда форма до иди воюй все кайф но зарплата средняя ополченность 15 тысяч рублей рядового сейчас это получается военнослужащие народной милиции днр это же как бы не война не эта война ну то есть то есть они были ополченцами сейчас это все оформилось с развитием государственности донецкой народной ополченец это гражданский чувак у которого стреляют и он идет что ли ополченец который пришел который не является военнослужащим регулярной армии который взял руки оружия это может быть человек бывший военный может быть учитель может быть шахтер да и много там таких семян но в окопах практически все люди которые пошли добровольно воевать просто другое дело что сейчас это все оформилось официально некую в определенную структуру силовую которая называется народная милиция люди состоят на службе у них есть как бы документы которые это подтверждают и они ну как бы получают жалование жалование это составляет ну вот от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от звания как вы думаете это речь идет о бабках я не думаю что за 15 тысяч рублей кто-то из вас захочет подвергнуть свою а если у них там вообще не выхода не выхлопа и пятнашка это чуть больше на ну на верхушках это стопро стопроцентно верхушки виду политиков олигархов но и оружие продажи интерес конечно есть есть а если там есть это есть преступники есть предатели которые вместо того чтобы отстаивать интересы родины там родной земли занимаются как кому во я кому война кому мать родная я думал там в тысячах долларах уже все получают поэтому и лежат в самом начале было много очень ребят добровольцев из россии был огромный поток когда была активная фаза боевых действий это 14 15 год я знаю людей даже с бизнесом которые там и хорошо обеспеченных которые бросали там скажем дело здесь и ехали воевать как бы за идею действительно и так далее но конечно когда вот сейчас все переросло в такой полу замороженный конфликт когда нету актив там наступление активных фаз да то есть когда просто война позиционная люди сидят в окопу то конечно ну серьезная часть добровольцев уехала обратно в россию но скажем так готова сорваться туда в донецк при при первой же необходимости сейчас в основном это местные но я говорю да это деньги но я вам рассказал порядок сумм кто кто готов умирать за таки ну даже даже если мы возьмем спи ты еще более специфическую структуру как частные военные компании до которые так или иначе там светится в определенных конфликтах там в сирии и так далее их зарплаты они тоже как бы там но от стопить на сирию еще тысячи баксов не платят как но вот три тысячи одну две тысячи три тысячи баксов зарплата это сколько это 200 200 к в месяц 200 к но это максимум предположим ну окей 200 к в месяц я думаю что ли там менеджер среднего звена в москве получает мне кажется побольше не а чё там вообще сейчас в этой сирии семён я что за конфликты там на украине не особо знаю пусть то не охота в этом разбираться пусть а в итоге все равно слезы кто прав виноват неважно слезы 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 сирия для меня это вообще какой-то боевик непонятно где снимающийся непонятно с какими дороги вечный бой в гора и типа чё и кстати говоря о том что пока была пандемия что-то я не слышал не а терроризм меня чем чем да не не делали были естественно люди гибнут серии нет естественно гибнут а может быть дурацкий но имеет место там до сих пор но идет эскалация в идлибе это одна из провинций сирийских на границе с турцией там серьезный анклав боевиков которых туда свозили в свое время после того как они были блокированы в других частях страны и это ну такой как бы клубок змей который остается и который еще предстоит распутать но я конечно считаю отчасти что там есть огромная недоработка наших нашего государства в том что она недостаточно внятно объяснила всем нам что мы делаем сирии вот я и все думаю задать этот вопрос мне кажется это действительно проблема хотя ответы лежат на поверхности потому что я сейчас вам несколько фактов расскажу которые могут вроде бы как бы простые да но они меня в свое время повергли а нам так и надо семью короче я когда заезжал на территории только что освобожденные от игил я убедился и узнал первое что я узнал это то что в игил второй язык это русский то есть там ты если вы бывали там в беларуси или там на той же украине или в абхазии когда вы видите таблички на въезды в городах указатели да там сначала идет например там на белорусском потом на русском ну в странах как странах снг вот в игил то же самое там сначала ты заезжаешь там какой-то город сначала табличка висит на арабском языке потом на русском потом на английском то есть там действительно постсоветский интернационал в этом смысле воюет то есть там был огромная часть боевиков это русскоговорящие это выходцы из средней азии и из северного кавказа из других кавказских стран на может быть там тоже из других регионов в том числе россии грубо говоря как узбек с чеченом будет говорить если не на русском языке когда да там речь идет боевых действий языка даже не дооцениваем масштаба того насколько как бы наш вот бывший советский союз вовлечен в эту террористическую историю туда люди я тоже прошу отметить надо понимать что это настолько было сложный и интеллектуальный продукт мы привыкли видеть игил в игил каких-то там отморозков бородачей в основном да не нам свой продаж когда то это же не совсем так это как бы одна ширма которую мы видим да безусловно вот эти трое нам показ головорезы и так далее но надо понимать что ты катастрофа в том что туда люди едут семьями люди едут туда там не просто повоевать с автоматами и на границе жить ты заходишь там есть целые как бы вот там есть чайна таун условно говоря да там где в америке то ты заходишь там есть в игиловских городах русские кварталы где просто там магазин и продукты там все на русском языке условно говоря там огромная действительно была часть боевиков проблема нашего государства потому что денег нету поэтому люди так но мы вообще в том числе я ворсам или не мы конечно или там куча вопросов по мне я считаю что мы действительно сделали огромное великое дело не только для своей страны скажем так не допустив чтобы это угроза напрямую перенеслась в наши регионы и внутрь страны мы ее как бы купировали скажем так дистанционно вот но и для всего мира потому что все таки как бы и я считаю что война не окончилась том смысле что игил он располз сейчас невидимой сетью не хочу конечно всех запугивать и так далее но к сожалению это так и примеры так называемого автономного джихада да когда вот такие ребята как вот парнишка выскочил полицейских пострелял или например взрыв питерском метро им не кто-то дал задание из командиров там условные там аль-багдаде да им позвонил и сказал вот пойди постреляй полицейских это вирус который пронизал как бы их мозги их психологию они сами организовывали принимали эти решения почему спецслужбам как бы сложно это остановить потому что если можно разоблачить действия какой-то ячейки да где люди между собой связываются но когда единичный когда человек сам по себе пошел и все сделал ты же в голову да как бы каждому не залезешь и действительно то есть тут работа террористов она ведется на более тонких уровнях чем просто создание каких-то ячеек и вот этот вирус игил он еще будет долго себе давать знать и мне кажется мы в сирии конечно справились скажем так с последствиями болезни ну как бы там условно говоря там ампутировали руку гниющую предположим да но саму болезнь мы еще не победили не расскажи открой отрезали то есть ты идешь вроде на войну слез оружие есть как-то называется два типа людей которые в состоянии стресса начинают паниковать трястись извини сейчас ты затрясешься также в крови похоже да и и в общем у стресс их заставляет как бы дергаться там терять сознание и все такое а есть некий неопределенный психотип когда выброс адреналина действует ровным счетом наоборот ты становишься спокойным кристально скажем так трезво оцениваешь ситуацию и так далее и так далее мне повезло вот у меня из 2 типа конечно да потом мне самые жуткие такие флешбеки это уже когда-то там в москве после всех командировок идешь и там где-то может что-то хлопнуть или условно говоря как бы стресс на тебя наваливается как бы постфактум и его уже тут здесь переживаешь это как бы может быть даже в чем-то тяжелее чем когда бы если бы ты его пережил на месте ну да как пел незабвенный егор летов не бывает атеистов в окопах мой сосед егор летов великий человек ты из омска да да я петра смена 3 он петра смена 5 на моей школе учился я вот был да у него побывал на могиле с андрюхой бледным он тоже тоже нажат спешите а вообще вот этот буфер отдыха он долго у тебя биться когда ты домой возвращаешь как скоро тебе хочется опять будет бой хочется всегда ты из тех у кого стреляет и бы кошмары снятся честно говоря как бы снятся кошмары такого характера я самый смоленска что ты там возле валяем война приходит что ты не где-то на работе на войне что война приходит к тебе домой это один тип кошмаров там или в москве как будто в москве начались боевые действия бывает такое а другой кошмары это конечно типа там когда ты тебе снится что ты оказался на чужой территории и можешь попасть в плен хорошо тогда уже не так страшно как бы умереть на месте чем попасть а как снимаешься ты с такие истории бухаешь куришь рисуешь на велосипеде есть раньше конечно как бы понятно что по молодости алкоголь это самый доступный вид снятия стресса и так далее конечно там всякие бывали моменты и перебора и так далее но сейчас как бы я нашел другие способы расслабляться опять же да там это и спорт в первую очередь и какие-то творческие вещи там написание потом каких-то вещей постфактум я там пишу сценарий на сценарий работаю для кино там пишу в том числе рассказы книжки стихи и в общем есть какие-то вещи которые помогают пережитое сублимировать и да да и двигаться дальше потому что конечно долго не притянуть если ты будешь после каждой командировки уходить какие-то лютые запои и так далее то это все только усугубит творение короткое для нас я свое освоение учу наизусть принципиально но могу прочитать одного из своих любимых поэтов а прочитаю ну чтоб не сильно долго гумилёва дать прочитаю я верно болен на сердце туман мне скучно все и люди и рассказы мне снятся королевские алмазы и весь в крови широкий етаган мне чудится это не обман мой предок был татарин косоглазый свирепый гум я веянием заразы через века дошедшие обуян молчу томлюсь и отступают стены вот океан весь в клочьях белой пены закатным солнцем залитый гранит и город с голубыми куполами с цветущими жасминами садами мы дрались там ах да я был убит я просто что хотел сказать что я как бы занимаюсь до литературы и сейчас наша литература она такая очень кисельная что лили кисельная как про кисельных барщин говорят да очень беззубая очень хочет ну как бы стремиться оставаться в стороне от конфликтных тем таких как война и так далее и так далее хотя вот я мы сейчас вспомнили николай гумилева до человек который был офицером и прошел как бы не одну горячую точку и не на одном континенте побывал то если вспомнить как бы историю литературы и русской литературы то это в первую очередь как бы история людей которые напрямую связаны войны с войной это не не беззубые какие-то ребята да там и даже тот же пушкин там уже вспоминая толстого и всех остальных это были все люди с яйцами которые прошли действительно там кто-то через войну кто-то через серьезную военную службу и в этом смысле мне кажется русская литература традиции свои утрачивает за исключением там может быть захара прилепиной еще нескольких писателей и вот в поэтическом смысле есть небольшое количество людей которые как бы продолжает эту славную русскую традицию я вот стараюсь быть в числе них есть у нас информация семья что займешься ты какими-то расследованиями что-то такое да вот такой-то вектор журналистики свое чуть меняешь вот расскажи об этом если не секрет и не сыграли а тут и уже много где наследил не ну бояться это бояться глупо да то есть ты никогда не реализуешься ни в одном деле если будешь всего бояться и вот этот проект частной военной корреспонденции чвк пегов да мы он как раз будет больше нацелен на глубокую аналитику и расследование там в частности мы сейчас занимаемся расследованием событий 2 мая в одессе которые на мой взгляд к сожалению так немножко начинает забываться но тем не менее там только по официальным данным больше 50 человек погибло и были зверски убиты да то есть это преступление которое в свое время стало детонатором именно для многих добровольцев чтобы бросить какие-то дела свои здесь и поехать воевать на донбасс и так и до сих пор непонятно кто заварил эту кашу ну как бы есть мнение есть предположения но нету скажем так доказательств и сейчас мы над этим работой мне кажется это такое важное и принципе и принципиальная вещь там не только для нашего именно проекта но для истории ну скоро я надеюсь мы все все узнаем чвк пегов за это время хоть раз ощущала давление но со стороны ну как там звонили говорили вот туда не едьте это не снимай конечно конечно но это да потому что не боятся да но и ты слушай если ты наполовину прогнулся под какие-то вещи то тебя будут использовать дальше постоянно если вы думаете что типа мнение не поступало различных предложений типа запустить фейковую новость под видом эксклюзива или что-то еще то вы ошибаетесь они конечно тебе там поступают на определенном этапе каждому журналисту дальше ты делаешь свой выбор типа либо ты прогибаешься под эту систему либо ты умеешь построить и создать себе такую репутацию такое имя что больше с такими просьбами к тебе никто не покажу тогда так как остаться честным пацаном и заработать бабла нормально нужно уметь добывать эксклюзив прежде всего это главный залог твоего как бы авторитета если ты можешь оказаться там где не оказался никто то какая бы ни была цензура условно говоря как бы не пытались там тебя закрутить какие-то гайки ты достал эксклюзив победитель победителя не судят скажем так вот и все главное главное как бы ну делать свое дело максима с максимальной отдачи и рано или поздно у меня вот свое время там я был одним из первых кто написал в принципе про частные военные компании в россии казалось что эта тема под запретом и вообще там что меня больше не на один федеральный канал не пригласят не как эксперта я в наше время это то я плюс я потеряю типа все заказы но я получаю определенно что он так приподнял что нормально сказать но мы рискнули написали об этом из соображений своих принципиальных потому что когда там 200 ребят погибло в сирии под огнем да там американцев и мы об этом написали потому что среди на погибших были в том числе и как бы и друзья нашего проекта с кем мы в донбасских окопах пересекались да то ну и замалчивать такую трагедию на наш взгляд было бы неразумно то конечно я столкнулся с определенным прессингом и отказался что-либо удалять и неделю меня никуда не звали все каналы видимо думали что им поступит из администрации президента какие-то указания не сотрудничать со мной там избегать со мной общения и так далее но когда оказалось что никаких указаний не поступила мы дальше работаем спокойно по нашим контрактам я публикую конечно информацию которая не может быть доступна на федеральных сми там в своем телеграм-канале естественно да ну это параллельная история это будет доступно чтобы делал ну думал как жить дальше вы выкручивался ну как бы искал бы варианты компромиссом они отказался не ну как я бы не я и к мне мне скажем так когда давили на меня естественно говорили что я возможно лишусь как бы работы и так далее и так далее но когда речь идет как бы о погибших товарищах мне кажется дело принципа важнее чем твой некий да там материальный успех или твое материальное будущее если ты бы не будешь как бы тянуть лямку и мазу как говорится за тех кем дорожишь то никто за тебя тоже не вступится в будущем поэтому ну чисто по-пацански я сделал такой выбор но если что пошел бы правда в другую профессию если бы закрыли все выходе так давайте саш расскажи что сделал по голове что планируешь на бороду что у нас получилось было постричным под машинку отросло волос густой с разным направлением и мы задали пропорции то есть если вот в основном человек смотрит на себя в лицо никогда никто не видит что там сзади лоджии мы поворачиваем и видим новый образ то есть про пропорции выстроились у нас есть плоскости линии изменения угла головы которая больше всего торчит моим детстве это называлось полу бокс бокс и полу бокс разница в линии подъема именно краевой здесь я тебе сделал флэт-топообразную форму то есть не стал делать какой-то конкретный фасон потому что не доросла линия челки так-то можно было поднять и сделать там то ли мне все нравится всеми он слове флэт-топ присуток площадок поэтому нормально сто процентов будет и теперь смотри чтобы под шлем минимин ну да отлично будет в любых ситуациях будет и не будет ознаменаться пока да у тебя чтобы она не заминалась вот у тебя рост волос здесь растет прям налево помоешь голову возьми расческу и вот как дворник уазика против роста по росту просто по расчесывайся это во первых стимуляция кожи головы хорошо во вторых мы задаем пластику пока волос влажный пластичный ну один раз хотя бы помыл голову расчешить в донецке все бабы твои пока волосы влажные эти крутые барбершопа есть и чем пока волос лавана пластичные подвижные когда он высыхает запоминает форму в которой высох возьмешь вот так по расчесываешься там где у тебя волос примят он приподнимется то есть равномерно будет объем распределяться и бока твоей при отрастании дут то есть тоже будут держать вот эту форму которую мы задали будешь красиво обрастать и в дальнейшем чуть-чуть бы я челку подрастил чтобы более ровная была окей именно вот с этого ракурса чтобы плоскость было так ну хорошо хоть что-то понятно нам стало что будем делать бородой сайт вот смотрите по поводу бороды зачастую вижу ребят которые приходят хочу бороду отрастить до отрастили сделали потом самоизоляция нет времени и приходится самостоятельно дома подкорректировать я сам заложник этой истории тратить на нее и зачастую жалко вот вот что нам не уследишь вот что мы не вот что мы видим борода отросла и очень даже прилично и основной вид у нас дает вот эта вот зона то есть основная зачастую многие просто забревают ну там одели насадку распилинули вроде бы покороче но всегда нужно корректировать бороду если даже домашних условиях именно краевые линии она автоматически сразу подожмется и станет меньше вот тебе сейчас чуть-чуть краевую поджать тут вообще не тронуть и будет прям то что нужно вам не чудес я повезло но вот смотри что мы что я вижу сбоку она у тебя вот в таком подъеме то есть у тебя вот вниз длиннее чем колхоз асфальтировать чуть-чуть я подкорректирую она будет в дальнейшем обрастать то есть все что мы сейчас делаем через неделю две походишь посмотришь как с ней комфортно не комфортно и во что она превратится там через месяц уже сделать коррекцию потому что твой индивидуальный образ с первого раза сложно сделать то есть мы подготовили попробуем и заканчиваем с бородой пациента там парни видите ножки шевелятся еще у пегова нет расследование то честно и будет но реже да видимо будет саш тогда вопрос те как мастеру отчетом у нас бородой что выбрал для него что примерял какие техники какую аппаратуру и прочее сделал на на большой расческе любимой машинкой остр у которой очень много сменных насадок в принципе и стрики ей она очень мягкий срез делает это ротор вот на расческе мы задали форму на подбородке слишком большая волна была исходя из того что волос принципе растет волнистый пористый и при определенной длине он завивается то есть массы было масса была перегружена я скорректировал краевую линию и это все аккуратно поджалось и пришлось подобрать но уже видно да и волна как раз выпрямилась то есть она стала более пропорциональной и я немножко линию щек подниму ну то есть не буду ее делать так коротко чтобы на перспективу она обрастала это что мы сейчас задали посмотрим как через месяц будет пока я смотрю городское такое прям городское мальчишка а пришел то деревенский дамы все деревень москва большая корректируем усы так как они нужны но не длинные это мы тоже берем вот так вот уголочек лишний а особо короче сделался дай покороче но чтобы форма была так как все-таки если безуслов оборудование кулака это уже выходить семен у нас блондин поэтому все светлое а вообще чем до этого ходил барбершоп или вообще парился по поводу стрижки в нее конечно я постоянно только да я встригусь основном донецке потому что это финансово выгоднее гораздо сколько стрижка стоит до него на самом деле у меня подписаны ребята из донецка если видите привет привет пацаны из донецка ну там типа за 800 рублей можно да слушай здесь можно но здесь барбершопика но это другой вопрос ну по братски теперь сами я первый раз на 800 будет 3 1 борда подстриг в сирии это одну и вообще у меня кстати товарищ вот первый мой оператор с которым мы поехали в сирию он там впечатлился в свое время вот этими всеми мужскими брикмахерскими барбершопами и бросил работу оператором и открыл свой барбершоп по франшизе топ ганка что вот так где артур и он открыл сначала владимире теперь москве у него ну владимир это кладезь барбершопов их родина все вы это знаем ну и сейчас александр закончил семён посмотрит результат скажет свои комментарии от этого уже будем отталкиваться саня приобрел нового клиента в москве или же нет за 800 тем более у них еще есть линия озвученная в начале программы у них там поиски поиски контактов сашиных родственных обезда тоже надо не забывать и потом результат надо будет нам осветить смотрим результат офигенный киношный момент разворачивает бабе клиента к зеркалу самая семена гораздо гламурнее мне кажется тут ну да она еще такая по торчи дома помоешь покоя же поспит помыл бороду и сначала вверх-вниз зачёсываешь сначала все вверх потом опускаешь ее вниз причесываешь и потом влево-вправо но то же самое пластику задать как всегда просто и потом еще один раз причесал такой же будет сформировал 10 круто саша спасибо большое что я приблизительно такого эффекта и хотел добиться сегодня чтобы было чувствовать себя посвежее да да если объем она гармоничная у тебя виски идут за счет того что здесь слишком низко опустил получается такая более узкая если ты посмотришь профиль то угол это у нас сохранен а вот здесь и тебе подбрил но оставил щетину пусть она дорастет и пойму вот до сюда да не брить когда я щеки сам подбриваю а давай карандашом линию нарисуем есть у кого вот это кадыровский вот эта точка . про него фотографиях с войны там пишут в комментариях а что с вами делает рамзан кадыров ну с такой хорошей бородой как он сказал бороду помыл а дальше можно нанимать помощь супер в расчесывали в разные стороны поле есть поле про расческу не забывай наши делай тоскали всегда в камашке расчет саш спасибо тебе большое это во первых во вторых я как и обещал мы сейчас тобой обменяемся контактами мы я сделаю как бы все что будет от меня зависеть чтобы найти там твой сестру это не только ты удачно зашел но и я честный военные на самом деле бегов на самом деле это ну как бы довольно часто происходит когда люди здесь обращаются с подобного рода как бы вопросами я считаю что как бы ну два помимо работы ты просто обязан в таких вещах и то есть возможность кому-то помочь ну да иначе зачем пишешь письма обращаешься там звонишь без толку никто не конечно там связь потеряны все номера номера старые украинские заблокированы почта почтовое сообщение не работает поэтому если ты вот как связываться но если человек не пользуется социальными сетями то действительно это практически невозможно но ты дашь данные я дружу с мэром горловки это кстати это первый мэр который дружа снимает обстрел и он ездит на обстрел и пишет стендап и валяется короче это прямо лежит под обстрелом на мать и короче ну вот такое на в хорошем смысле наш человек абсолютно вот так что я думаю стрижка окончена мэр Субтитры создавал DimaTorzok